Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет снова видео про подсос воздуха. Надеюсь, это видео будет кому-то полезным и поможет решить похожую проблему. Итак, недавно мои знакомые ковырялись с одной двенашкой. У нее 124-й мотор и проблема такая, что автомобиль не хочет заводиться на холодную. У него был какой-то неунятный долгий пуск, то если уж на холодную автомобиль все-таки завелся, то обороты практически в нуле, автомобиль практически глохнет, и приходится постоянно нажимать на педаль газа, то есть держать, подгазовывать, чтобы автомобиль не заглох. И так до того момента, пока автомобиль хоть как-нибудь, сколько-нибудь не прогреется и не начнет держать холостые обороты нормально. И так, как я уже говорил в самом начале, проблема была в принципе в подсосе воздуха. Подсос воздуха они нашли с помощью демогенератора. Подсос был в районе впускного коллектора, вот как раз где стоят вот эти вот резиновые колечки уплотнительные. Также небольшой подсос был через форсунки, точнее через уплотнительные колечки форсунок. Об этом уже было видео, об этом уже говорилось, но может быть кто-то не видел. Поэтому делаю по этой теме еще одно видео, тем более подвернулась такая вот история. Может у кого-то такие же признаки неисправности, у кого-то такие же симптомы, как себя ведет автомобиль, плохо заводится на холодную, и кто-то может быть уже все перебрал, и вот осталась как раз вот такая вот маленькая деталь. Поэтому, друзья, все-таки надеюсь, что это кому-то будет полезно, и кто-то может быть сэкономит время в поисках, так сказать, этой неисправности. И вот они в итоге сняли впускной коллектор, заменили на нем колечки, то же самое сделали на форсунках. Кольца они, кстати, ставили силиконовые, ну то есть какие были они поставили, какие из них лучше, там, силиконовые или резиновые, здесь, как говорится, как повезет. Но я считаю, что все-таки резиновые они быстрее высыхают, быстрее изнашиваются. На этом у меня все, друзья. Подписывайтесь на канал, там много еще интересных, полезных видео. Ставьте лайки, если это видео вам понравилось или как-то помогло. Ну или ставьте дизлайки, если это видео вам не понравилось. Всем добра, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok